всем огромный огромный привет сегодня у меня такая знаете вкусная интересная закупочка совершенно противоположная предыдущий вот делала я ее в трех магазинах это пятерочка магнит и перекресток вышла сумма закупки на 2 ну почти 2600 рублей и к сожалению чеки я куда-то потеряла поэтому не все цены вам смогу назвать но то что вспомню я обязательно вам назову цены так ну и давайте пойдем по порядку да кстати кто совсем не приемлет сладости там и все такое в покупках то к сожалению наверное это видео вам не понравится но это так была ремарочка ну а теперь давайте по порядку взяла молоко топленое эго 3 3 2 процента 950 грамм 69 рублей за тут вот бутылку сыр плавленый сливочный президент 400 грамм такой уже покупали понравился 168 рублей масло сливочное 82 с половиной процента 180 грамм 113 рублей сыр творожный виола сливочный здесь 150 грамм достаточно вкусно на бутерброд у нас быстро разлетается колбаса вязанка в этот раз взяла со шпиком 140 рублей за палочку в 500 грамм так из фруктов у нас здесь виноград кишмиш большой такой пакетик и мандаринки цену к сожалению не вспомню поэтому не назову так из напитков взяла в этот раз фокус взяла в этот раз вот такие вот сыворотка плюсок актуаль персик маракуйя и апельсин манго каждый по 90 рублей и те кто у меня давно смотрит знает что я люблю кофе в разных его проявлениях и вот видим кофейных напитков я тоже периодически такое покупаю раньше довольно часто я покупала starbucks кофе в разных упаковочках вот и в этот раз наткнулась перекрестки на пармалат кофе латы итальянский и капучино тоже итальянский по 500 миллилитров каждый взяла попробовать они кстати были на скидочке по 59 рублей каждая но люблю я всякое вот такое вот поэтому поэтому пью и да помните как-то я покупала вот такие вот мак кофе растворяшки многие конечно подумают позже совсем химия но мне понравилось поэтому я беру латте со вкусом карамели здесь 5 упаковочек стоил 69 рублей тоже брала на скидке в магните и капучино титарина тоже здесь 5 упаковочек это которая еще с шоколадной посыпкой по 89 рублей тоже кстати брала в магните знаете иногда побаловать себя тем более сейчас пришла осень у нас в питере то было прям тепло тепло а вот уже несколько дней подряд найти так противно холодно и ветрено дождливо вот иногда побаловать себя таким напитком почему бы и нет ну и что же на здесь к чаю набрали увидела я в магазине вот такое печенье это итальянское печенье я так понимаю вот это вот фирма я не буду коверкать вот вам просто покажу производство италия тут даже вот на них есть вот такие вот наклеечки вот в общем-то взяла там было три вида по 169 рублей каждая упаковка взяла три вида вот такие вот печенюшечки это сахарные так поняла из 350 грамм потом что-то галетти наверное с солью тоже 350 грамм и вот такие вот орехов и шоколадной начиночкой и здесь всего 168 грамм но думаю они будут вкусные вообще детям они приглянулись поэтому взяли вот попробовать все три варианта и еще из печенюшек я взяла хлебный спас хлебный спас я вам уже не раз показывала это фирма в принципе нам понравилось вкусные у них изделия и вот в этот раз взяли вот такие вот печенье мы такие еще не брали с начинкой земляника и малина это какое-то мягкое печенье с начинкой но думаю оно тоже будет вкусное и здесь 200 грамм они были по 79 рублей здесь у меня такие вот смеси для выпечки причем дома кекс ванильный и узел командник классический по в районе что-то 50 рублей там одно что-то было ближе 40 другое 50 в общем не скажу точно но вот так так здесь у меня финики финики королевские 500 грамм это израиль ну цену тоже вам к сожалению не назову брала в перекрестке взяли вот попробовать вот такой вот гранулу мюсли запеченные клубника малина и манго и ананас по 99 рублей была каждая упаковка здесь у нас 200 грамм в каждой упаковке честно говоря я давно на них засматривалась но цена обычно как-то была такая кусучая а это тоже была на них скидочка поэтому взяла попробовать у нас в принципе мюсли запеченные любят дома все так ну и остался у меня только рис набрала разного риса рис мы все очень любим в разных проявлениях и молочной кашей как гарнир и там рис с овощами в общем по разному готовлю и у меня закончился рис как-то брала тоже его сразу много но он весь закончился и в этот раз взяла в основном пакетированный рис давайте покажу один такой рассыпной скажем так рис круглозерный у вилка здесь 400 грамм буду варить молочную кашу стоил этот рис 49 рублей так ну и папа пакетированным таким кстати в пакетиках раньше они как-то не покупала рис но он действительно в 3 очень удобно варить он вообще становится такой рассыпчатый не склеивается поэтому как-то в пакетиках сейчас люблю покупать взяла вот такой вот в пятерочке селяночка длиннозерный 400 грамм здесь 5 пакетиков на рисунке красивый рассыпчатый надеюсь и в жизни будет также цену вот честно по рису не помню в районе знаете от 55 до 70 рублей не помню какая пачка сколько стоило вот к сожалению так на общем то вот такой вот рис взяла потом просто кстати селяночку ни разу не покупал так же как и просто рис отборный здесь уже 8 пакетиков и здесь 500 грамм до 500 грамм вот и фасовка каждого пакетика тоже есть отборный надеюсь он будет вкусный и крупненький так и взяла еще два вида макфа и кстати вот от макфы я тоже рис не брала раньше как-то знаете агро альянс брала и еще еще какой-то но в общем макфу точно не брала в этот раз вы не знаете такой будет тестовая закупка риса получилось рис круглозерный а здесь 6 пакетиков тоже 400 грамм и вот такой вот обработанный паром тоже 6 порций 400 грамм надеюсь будет вкусный и не будет слипаться и девочки напишите какие крупы вы еще покупаете в пакетиках и на какую фирму вообще вот таких вот пакетированных круп в том числе и риса стоит обратить внимание может быть у вас есть фавориты мне было бы очень интересно ну вот такая вот у меня получилась вкусная закупочка на этом я хочу с вами попрощаться пожелать вам всего самого-самого наилучшего до новых скорых встреч пока пока